Британский премьер Тереза Мэй пригрозила России новыми санкциями. Поводом стал новый доклад прокуратуры Соединенного Королевства. Следственные органы заявили, что за покушением на жизнь Скрипалей в Солсбери якобы стоят двое россиян. По мнению Мэя, оба они являются сотрудниками российских спецслужб. Подробности рассчитываем узнать у корреспондента Вести ФМ в Лондоне Елены Балаевой. Она выходит с нами на прямую связь по телефону. Елена, здравствуйте. Какими доказательствами оперирует следствие? Здравствуйте, Мария. Сегодня представитель Королевской прокуратуры, который сделал заявление, назвал имена подозреваемых. Британская сторона считает этих двоих россиян виновными в отравлении Скрипалей. Не сказал, какие есть именно доказательства. Он лишь отметил, что следствие продолжается. Но сейчас на этом этапе следствия есть уверенность у британской стороны, что за отравлением стоят именно эти двое. Их лица сегодня появились в британской прессе. Огромное количество фотографий, в том числе с камер наружного наблюдения. Я предлагаю послушать, что сказал директор, один из представителей Королевской прокуратуры Великобритании. Проследователи отдела по борьбе с терроризмом подытожили свидетельство и пришли к выводу, что есть достаточные доказательства того, что двум гражданам России, Александру Петрову и Руслану Баширову, можно предъявить обвинение в преступлениях. А именно, сговор с целью убийства Сергея Скрипаля, попытка убийства Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и Ника Бейли. Использование и владение веществом новичок вопреки закону о химическом оружии. Намеренное причинение тяжких телесных повреждений Юлии Скрипаль и Нику Бейли. До сих пор следствие не может установить, каким образом произошло отравление. Как доставили то самое ядовитое вещество в Великобританию и затем в Солдбери? Есть только предположения, но нет ни одного доказательства от живого свидетеля. Есть только доказательства, как предполагает британская сторона, с камер наружного видеонаблюдения. Кроме того, до сих пор нет уверенности у британской стороны, что именно тем образом, как они предполагают, произошло отравление, что отравляющее вещество намазали на дверную ручку Скрипалей. Кроме того, еще непонятно, есть ли еще отравляющее вещество в Солдбери. По крайней мере, сегодня представитель полиции Великобритании заявил, что никаких гарантий его отдел дать не может. Я предлагаю послушать, что он сказал. Невозможно гарантировать, что в Солдбери не осталось отравляющего вещества. Поэтому мы повторяем совет Министерства здравоохранения. Не поднимайте с земли предметы, которые вам не принадлежат. Мы точно не знаем, где именно подозреваемые распылили вещество новичок. Знаем лишь, что была обработана дверь дома Скрипаля. И не знаем, где Чарли Роули поднял флакон с веществом, которым отравился. Знаем только, что этот флакон имеет отношение к обоим случаям отравления. Конечно же, это стало сегодня главной темой обсуждения в британском парламенте. Вообще, очень синхронизированы заявления прокуратуры и полиции. И повестка дня британского парламента. Сегодня по средам Терезы Мэй выступает в парламенте. Ассоциационный день для ее обращения к парламентариям. По всей видимости, просто было синхронизировано заявление службы Терезы Мэй. Тереза Мэй, конечно же, не применула заявить, что это угроза от России. И якобы у британского правительства есть явные доказательства того, что за всем отравлением стоит Россия. Якобы эти двое являются сотрудниками спецслужб. Но при этом, надо сказать, что имена, которые названы были сегодня в британской прессе, полиция заявляет, что это вымышленные имена, под которыми путешествовали россияне. И что, на самом деле, по всей видимости, реальные документы у них другие. Но для въезда в Великобританию они использовали именно эти два паспорта. Сегодня Тереза Мэй в палате парламента очень много рассказывала о том, как, по мнению следователей, эти двое прибыли из России в Великобританию 2 марта, как они съездили два раза в Солсбери. Видимо, в какой-то из этих моментов и нанесли отравляющее вещество, как предполагается Скотт Ланк-Ярт, на дверную ручку скрипалей. И, как сказал Тереза Мэй, вот именно эти передвижения россиян подозрительные и навели следствие на мысль, что они виновны в отравлении скрипалей. Но я предлагаю послушать, что заявила Тереза Мэй через британский парламент. Самое важное, что мы узнали из сегодняшнего заявления, это особый характер угрозы, которая исходит от русского ГРУ. И сегодня мы разоблачили роль ГРУ в отвратительной атаке в Солсбери. Действия ГРУ представляют угрозу для всех наших союзников и наших граждан. Я говорила это раньше и скажу снова. У Великобритании нет повода для ссоры с гражданами России. Мы продолжаем надеяться на то, что когда-то у нас снова будут партнерские отношения с властями этой великой страны. Тереза Мэй сегодня в парламенте также заявила о том, что будет настаивать на введении новых санкций, будет просить новых санкций от представителей Евросоюза в отношении России. Но это большой вопрос. В каких отношениях сейчас Британия с Евросоюзом? Потому что сегодня же в британском парламенте обсуждают Brexit и то, что Евросоюз совершенно не хочет договариваться с Великобританией на тех условиях, которые предлагает Лондон. Мария. Да, Елена, спасибо. С подробностями из Лондона была СОПКОР Вести ФМ Елена Балаева. В Кремле выразили недоумение по поводу доклада Скотланд-Ярда, который представил сегодня Лондон. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал эту информацию противоречивой. «Просто мы услышали или увидели две фамилии. Но эти фамилии мне лично ничего не говорят, как и вам, я думаю. Тем более, там был еще комментарий по линии Скотланд-Ярда, что эти фамилии якобы вымышленные. Я не понимаю, для чего это было сделано и какого рода сигнал посылает британская сторона. Трудно разобраться». Имена подозреваемых, которые проходят по делам об отравлении в Солсбери и Эймсбери, ни о чем не говорят России. Об этом заявила официальная представитель МИД Мария Захарова. «В средствах массовой информации появились заявления британских официальных лиц относительно подозреваемых по делу в Солсбери и Эймсбери. И делается увязка в России. Опубликованные в СМИ имена, как, собственно говоря, и фотографии, нам ничего не говорят. И мы вновь призываем британские стороны. Перейти от публичных обвинений, от информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов, я хотела бы напомнить, что многочисленные соответствующие запросы от российской стороны в Лондоне имеются. И расследование столь серьезных преступлений, о которых неоднократно заявляли в Великобритании, требует самой тщательной работы, скрупулезного анализа данных и плотного взаимодействия».